сегодня мы с вами рассмотрим один из способов чистки монет почему один из способов да все просто потому что универсального средства которое подойдет ко всем предметам просто не существует что-то чистится вручную скажем так шайберами кто умеет что-то вообще не чистится что-то можно почистить химией в некоторых случаях это будет целесообразно и качественно самое главное подобрать правильную химию мы отложили несколько монет с разной степенью скажем так окислений вот эти монеты мы сейчас погрузим вот в этот раствор все налил уже в емкость раствор и будем чистить скажу сразу что данное средство оно скажем так не влияет на патину то есть патина если она там есть на монете соответственно то патина она останется не выедает то есть каверы не появляются редко в редких случаях очень то есть по сути после чистки данной химии монета остается поле монеты остается ровным данное средство естественно как алики не почистит по сути не думаю что вообще какое-либо средство почистит как алики да и нет смысла чистить принципе данное средство большей части предназначена для удаления скажем так небольших окислов относительно больших вот берем монету 5 копеек то есть здесь видно зеленые окислы с этой стороны тоже зеленые окислы соответственно такую монету оставлять как бы в коллекции бы не очень хорошо да и соответственно нам нужно ее почистить эту монету то есть механическим способом шаберами к примеру это очень трудоемкая работа для этого будем использовать данную химию также одна копеечка николая второго здесь есть даже такие небольшие наросты сейчас я покажу сейчас она сфокусируется почему то здесь видно такие наросты вот тоже на рост это монетка на с фундамента сама на нормальном состоянии хорошим но вот есть такие наросты еще один экземпляр это одна копеечка александра 1852 год она в таком сейчас состоянии тоже шурфа эта монета и 5 копеек 5 копеек конечно таком более печальном состоянии видно что поле само монеты такой скажем так рыхлая соответственно значит после чистки она таким как бы рыхлым и будет это уже потом можно будет полевара выровнять шаберами и сейчас мы с вами положим эти монеты в раствор можно класть их сразу там в зависимости от емкости можно их сразу там будет положить ни одну монетку и две а скажем так ни одну монетку не две а там все зависит от емкости положить там и 10 монет нужно бросить то есть утроли не играет особо вот теперь этот раствор мы оставляем с монетами на какое-то время чистится все по-разному в зависимости от налета зависимости от окислов можно и пять и десять минут чистить можно и час и два то есть даже если вы оставили то на пол дня в принципе ничего страшного данный раствор он не разъезд монеты сейчас этот раствор оставляем и через какое-то время будем доставать уже промывать в воде для этого желательно промывать естественно в воде проточной и щеточкой соответственно эти предметы доставать из раствора желательно пинцетом или одевать перчатки так как может разъесть все-таки кожу все ждем теперь процесс у нас потихоньку идет примерно нет прошло 20 минут но все-таки все равно с монетами нужно посматривать потому что некоторые можно раньше вытащить вот например пятачок мы уже достали как можно видеть он не затронул поле поле все ровненькое у пятачка да вот эти пятна то что вы можете видеть это вот как раз были вот эти вот народ это окислозеленые такие светлые пятна сам пятачок остался весь в поле ровненькая здесь практически этих пятнышек не осталось от окисловых светлых и поле совершенно ровные ровная гладинка это все но не тронуло поле гурт весь почистил все такая монетка сейчас получилась сейчас скоро будем доставать уже другие монеты я обычно что делаю можно конечно оставить эти скажем так светлые пятна это не медь но сейчас попробуем даже показать чтобы не быть голословным на отлив делаю на горизонт то есть видно что она не блестит ничего то есть это как бы не медь все надо прям до меди до живой она естественно ее не проела а это как раз следы где были вот эти зеленые окислы все на их сняла и получились такие пятнышки это все можно потом запатинировать кто-то может быть так оставит и потом монетку общем я покрываю сверху жидким воском то есть натираю втираю жидкий воск то есть она поле делает еще более ровным таким гладеньким и монетка становится такая прям презентабельный очень пока вот так раствор сам для меняет цвет по-разному зависимости от окисления монет она кисто им тоже разные вот еще один раствор на то есть он более такой синего цвета темный получился там монеты были совершенно с другого грунта и соответственно другие окислы и другой чуть окрас данные данную жидкость потом можно естественно использовать еще не раз то есть это не одноразовая спуск потом закрыли ее крышкой там или чем-то накрыли то есть она у вас стоит запах принципе она не имеет она не будет запах никакой квартире распространять если вы будете заниматься этим в квартире и можно использовать его это средство неоднократно единственное что какие-то там другие светлые металлы уже здесь для чистки использовать не советую то есть лучше налить взять свежий раствор немножко и налить так как принципе в этом растворе можно помыть почистить точнее монеты советские монеты то есть вот по моему то это да вот она монетка я ее чистил тоже бросал в этот раствор у нас фундамента вот эти вот пятнышки от коричневые пятнышки остались здесь как раз были такие корка зеленая такая нарост все и вот эти места то здесь были такие большие зеленые наросты кто монетки с фундамента поднимает или держал в руках они знают о чем я говорю то есть принципе это как бы сейчас уже не исправить эти пятнышки но сам факт монета очистилась также еще чистил монеты нам до конца еще не почищены рекс фенинг тоже таком прям был с фундамента она в таком прям на росте она была блин где-то там даже видео на канале у меня есть когда я нашел это практически вся почистилась осталось здесь тоже небольшой на ростик но его потом спокойно можно снять шайбером прям не не нажимая почему потому что после того как вы положили монету в данный раствор он еще имеет такое свойство он немножко такой скажем так маслянистый пальцами трогать его он еще имеет такое свойство бы он размягчает эти там например сильного кисла эти наросты размягчает то есть к примеру берем монетку она с большим наростом да то есть мы можем туда положить какое-то время она у нас там полежит она ведь все окислы конечно не снимет но можно подготовить монету к чистке шайберами то есть уже практически без каких-либо усилий не надавлю не нажимаю можно будет спокойно снимать такие какие-то окислы сильные наросты все это будет спокойно сниматься то есть как бы это средство можно вернее я вот использую его именно так и можно использовать именно это средство для размягчения например сильных там окислов каких-то еще то есть относительно скажем так универсальный процесс в общем идет сейчас еще немножко подержим эти монетки и будем их доставать и так примерно прошло полчаса у нас монетки почистил тут некоторые конечно же еще можно подержать немного скажем так жидкость стала вот таким цветом там небольшой такой осадок появился и что у нас получается 5 копеек которые там вообще были в наростах очень сильных теперь видно что эта монета 1795 год как можете видеть ничего не разъедено только получается данный раствор убрал основной этот вот нарост на лед ой кислый поле как я и говорил ну видно было оно такое шероховатое можно конечно выровнять немного почистите выровнять шайберами ну как бы сейчас это видео не ручной чистки не очистки шайберами ну и здесь практически полностью все брала осталось вот кое-где небольшие окислы можно еще подержать то есть поле саму не пострадает естественно это все примерно полчаса практически вообще в идеальном состоянии стала монетка николай 1 1852 год копеечка тетяна какая стала кто начале видео помнят или перемотайте потом посмотрите как она выглядела здесь таки громче нам горка на роста было осталось вот чуть-чуть вот этот можно или еще положить подержать монету в растворе или не нажимая прям удалить шайберами можно и как можете видеть сама патина принципе вообще не тронута и ровное поле и не тронутая патина немножко хуже обстоят дела с копеечкой ну как бы она естественно себя почистилась состояние смотрите какое не получилось опять же таки вот здесь видно вот эти вот пятна светлые с этой стороны вот немного остались на роста и надо тоже чистить до конца но в общем монета практически очистилась такие монеты не так просто чистить рельеф низкий и скажем так друг другая химия даже мыльные растворы не подъедают все-таки рельеф монеты здесь же рельеф все как бы надписи все проявились и все видно это вот почему эта страна светлая то есть такая получилась более это из того то что это был практически по всей плоскости был на рост здесь был на рост тут местами все это можно будет спокойно запатинировать тем самым медным купоросом можно спокойно запатинировать сделать патину вот сейчас монетка в примере я вам покажу вот так вот выглядит монета почищена она в этом растворе запатинирована и законсервирована то есть поле ровненькая по сути монетка коллекционные уже вот она вот так выглядеть ну конечно подтёртый но это при жизни открылочки подзатертые сама монеточка вот такая вот получилась и сейчас я вам просто покажу эту монетку я конечно же потом буду защищать пять копеек то есть сделаю чуть покрасивее чтобы она уже была но это уже другая история скажем так а вот эта монета она практически копеечка она практически вообще уже можно сказать готова здесь эти окислы уберем только и все и вот сейчас на вот этой стороне и вам покажу как она будет выглядеть сейчас после нанесения жидкого воска прям совсем чуть-чуть на палец взял жидкий воск все это не вазелин жидкий воск и такими движениями принципе мы его втираем этот воск то есть она бы где-то неровности этот жидкий воск убирает небольшие прям ну и придает монете в такой более яркий тон самой патине ну и потом просто все это вытираем получается красивая монетка то есть вот сейчас мы нанесли жидкий воск практически вот она сухая монета и и она стала выглядеть ну получше конечно выглядеть стала чем до этого была жидкий воск еще сейчас покажу на двух копеечках были вообще прям они ужасных таких окислых две копейки александра вся такая на ощупь да и видно по видео что она такая вся скажем так шершавая но это из-за того то что творю сильные были слишком окислы грунт не щадящий монетка так скажем так пострадала но все читается все хорошо на ней так видно сейчас я немного воска нанесу на одну сторону покажу вам как она будет выглядеть уже с нанесенным воском здесь можете видеть что она такая вся матового цвета даже чем-то похожи на результат чистки вернее варки в соде то есть после соды примерно вот такие монеты вылезают коричневого цвета и такие все шершавенькие и матовые опять берем на палец немного воска так сейчас посмотрим давайте этот сторону на эту сторону нанесем что с этой монеткой принципе делать уже ничего не буду больше салфетка я правда не взял конечно это плохо на обе стороны даже немного даже можно но это у кого есть жидкий воск даже можно так посильнее нажимать как бы прям втирать вообще туда и но потом конечно все это надо протереть так аккуратненько еще и принципе монета после воска она мужская даже и законсервированность ней уже делать ничего не надо только вот этот на ощупь жирность убрать честно конечно блестит потому что еще сейчас давайте так у тоже попробуем об этом салфетку немножко воск все равно придает такой оттенок насыщенность с монет немножко уже по-другому начинает выглядеть даже такому состоянии каком она была вся шершавая матовая как наждачка такая прям на ощупь то есть сейчас она конечно же вот повеселее видите как выглядеть начинает эта монетка после воска потом еще можно примеру воском про еще пройти сейчас это впитается потом еще пройтись и попробуйте так вот такими движениями где поле повтирать таким образом то есть еще слой воска нанести попробуйте так вот повтирать в поля и очень часто бывает так что это воск как бы вот там примеру два слоя получается такие там микро слои получаются они устраняют вот эти шершавости как бы заглаживают им и поле становится более ровным монет становится еще красивее повтирать когда же здесь сейчас видно то есть она все равно поле она более такое уже ровнее стало визуально если смотреть и и соответственно сейчас вот эту монетку да то есть как бы ее можно уже положить там не знаю в альбом пример у кого нет коллекцию там но уже имеет такой неплохой довольно таки вид по отношению до того как вот она была на этом наверное думаю сегодняшнее видео мы будем заканчивать кто-то может быть увидит видит появилась эта бутылка это йод скажем так который используется в больницах при операциях обычный вид по сути этим йодом тоже можно попробовать к примеру где-то вот на монетках эти светлые пятна то есть пройтись немножко йодом вполне возможно что она потемнеет эта монета от йода немножко так затонируется и можно будет оставлять эту монетку в таком виде уже ну как после йода здесь еще то есть вот это вот эту монету мы с вами точнее я не мы с вами точнее я конечно же будем патинировать я потому что все таки это эти вот светлые пятна это остались их конечно надо убирать но в итоге все она получится примерно такого плана можно сделать коричневыми конечно такое но это уже как это монета она не черная конечно это не серная мазь использовалась для патинирование она темно-темно-коричневая монетка то есть это все зависит уже от вкуса можно сделать светло-коричневым можно сделать темно-коричневым эту монету будем еще доводить конечно до ума немножко но результат как бы есть понятно что и видно что он есть результат судя по монетам на все про все ушло у нас по сути где-то полчаса примерно держали мы можно побольше ну сам факт видите патина осталась на месте причем родная ничего не тронута рельеф и поле все вообще ровненькая гладенькая красивая вот и о чем и говорю очень много зависит от самого хим раствора также еще и этот хим раствор использую скажем так для того чтобы помыть некоторые вещи которые не просто вот скажем так они в грязи в небольшом таком каком-то таком налете где-то может быть такие вот ну мелкие окислые что-то там вот тот же самый крестик например выкопали из земли крестик пришли помыли водой там кое-где какой-то вот есть небольшой нарост и вот можно скажем так там в этот раствор положить буквально там две-три там пять минут достать и пойти просто промыть то есть можно использовать этот раствор еще вот скажем так вот таким способом для мытья находок соответственно за вот эти пять минут там такие незначительные какие-то там загрязнения которые где-то находятся там в рельефе в порох они все уберутся и находка предмет станет более красивым презентабельным но все на этом наверное не буду затягивать потому что видео и так длинное что-то получилось думаю намного будет короче на этом прощаюсь с вами с вами был странник и это по сути первое видео по чистке монет в дальнейшем может быть еще будет конечно видео посмотрю но пока это первое на этом я с вами прощаюсь надеюсь данное видео понравилось если понравилось то ставим лайки чтобы я мог понимать снимать дальше видео такого плана или нет ну и до новых встреч ссылку на чистящие средства я оставлю под видео в описании кому интересно переходите покупайте вещь на самом деле очень удобная качественная всем пока пока а и Продолжение следует...